Дневники премии EMA 2014 вновь приветствуют вас! Сегодня не простой день, а знаменательный. Мы познакомимся с юными дарованиями нашей казахстанской эстрады, которые, кстати, полюбились уже многим. Номинация «Прорыв года» должна оправдать свое название. Вот сегодня мы и увидим, готовы ли наши участники к своему звездному часу. Впервые в казахстанском клипе я вижу столько крови, драк и злобы. Наша начинающая казахстанская звезда решила таким образом заявить о себе. Признаться, у него это получилось. Так давайте же прямо сейчас и узнаем, как у него обстоят дела на сегодняшний день. Яс, я знаю, что вы номинированы в номинации «Прорыв года» на из вашей группе. Вам это польстило, что вы попали в шестерку полосу на визитах? Да, я очень рад был на самом деле. И, не знаю, в прошлом году я присутствовал также на премии. И у меня была цель попасть в номинанты музея ЕМЭИ. И это случилось, и я был очень счастлив. А как вы считаете, ребята, вы заслуживаете эту помене? Этой номинации? Мне кажется, заслуживает тот человек, который сделал что-то новое для нашего слушателя. Я хочу, чтобы наш слушатель рос, чтобы наши артисты не подавались тойским каким-то традициям. И в этом плане, если смотреть с этой точки зрения, то я считаю, что я достойный. А есть те, кто вас воздражает, мне хотелось сказать, среди ваших регионов? Нет, все достойные. Я промолчу. А тогда кто ваш штабные опасности? Мне кажется, Серик. Серик и Брагимов, да? Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Кстати, единственная девушка в шестерке полуфиналистов в номинации «Прорыв года». Пойдемте и узнаем, как у нее обстоят дела. Ай, а ты номинирована в серьезной номинации? Ты волнуешься? Нет. Не волнуешься? Я не волнуюсь. А была удивлена, когда была номинирована? Была удивлена. Ты знаешь, мне было очень приятно, во-первых, да, благодарность вашему каналу, что именно меня, как новичка, да, как только начинающего исполнительницу, да, вокалистку, меня номинировали на такую серьезную премию. Потому что я видела то, что и комментарии такие были, то, что, ой, почему там, почему не таких там уже знаменитых, известных, все-таки прорыв года, да, это должно быть такое вау, бум, да. А ты сама догадывалась, что ты попадешь в шестерку полуфиналистов? Были такие предположения? Были. Верила все силы? Были, да. Верила, что, может быть, заметят наш такой яркий мохитовский пет. Слушай, а кто из конкурентов тебе не нравится? Есть такие? Из конкурентов, честно сказать, не могу, потому что я, во-первых, их плохо знаю. Реально. А есть те, которые нравятся, кому подпеваешь или нет? Там уже Серега Ибрагимова. Нет, почему у него такая интересная, что-то зажигательная песня. Там, вокзал, да, то сбой щитки. Слушай, а если возьмешь статуэтку, кому спасибо в первую очередь скажешь? В первую очередь всем тем, кто за меня болел, всем моим друзьям, потому что они за меня очень активно голосуют. Я реально в ВКонтакте всем раскидала. Пожалуйста, помогите мне набрать это количество голосов, потому что это действительно для меня важно. Многие говорят, что наш следующий гость смахивает на Кайрата Нуртаса. Он такой же миловидной внешности и также поет песни о любви. Но если Кайрат Нуртас уже давно гримит в Казахстане, то Лишера Кайратулы все только начинается. Так давайте же с ним познакомимся. Я знаю, что мы попали в шестерку полуфиналистов нашей кремии в 19-х годах. Как считаете, это народная любовь или просто случайность? Я сам даже не знаю, как-то вышли на этот прорыв года. Думаю, что есть и любовь народа, есть и случайность, какая-то везение. Всем спасибо, конечно, за это голосование. Здоров. А можете рассказать о себе? Вы давно чем занимаетесь в своем творчестве? Да, конечно. Я в шоу-бизнес попал 16 лет, как-то случайно. Спел с дуэтом и вышла песня «Амад кино». В прошлом году записали эту песню. Как-то изошли в это творчество, в эту эстраду. Начал петь. Кроме творчества еще занимаюсь учебой, спортом. Я сам кандидат мастер спорта под зудо. Занимаюсь очень сильно в зудо, борьбой занимаюсь. Вот в этом году поступил в университет КАЗГУ. Будем учиться в факультет на дизайнера. Пока на дизайнера. Да, вот учимся. Все-таки вы творческие во всех плавные, да? Ну, как бы, да. А вот сейчас идет смс-голосование. После этого смс-голосования, учиться, кто же попадет в тройку. Вы волнуетесь? Да, конечно, волнуюсь. Это очень интересно. Завораживайся, как будет, что будет в будущем. Вот ждем эту премию очень сильно. А вот кто ваш самый сильный соперник из молодых талантов? Из молодых талантов? Ну, я думаю, все, кто там номинирует сейчас в топ-6. Они все очень сильные. Все заслуживают этой премии, я считаю. Этот исполнитель радовал всех казахстанцев своим зимним видео. Почему радовал? А потому что в жару его видеоработа дарила неимоверную прохладу и зимнюю атмосферу. Вы догадались, о ком я? Так чего же мы ждем? Пойдемте к Ерболу Сосанову. А вы считаете из тех, кто номинирует ваши анимнации, сильных и турецов, которые вам составят? Я думаю, все конкурсанты достойные, сильные. Я не могу там назвать. А вы не выделяете? Я, ну не знаю, я особо так конкретно кого-то выделить не могу. Но я знаю, что ребята все сильные и все достойные. Все хорошо поют, у всех замечательные клипы, по-своему хипы. А скажите, пожалуйста, если вы получите статуэтки, да, кому первому вы скажете спасибо? Что вы будете выходить на сцену, вам слово предоставлено? Я думаю, в первую очередь, вообще, в первую очередь, по Всевышнему. А, конечно, в вторую очередь, это будет всем зрителям, всем людям, которые голосовали за меня. А также к новому ЗО. Хорошо, хорошо. А если вы не получите статуэтку, какая ваша реакция? Без обид. Вы не закончите деньги на своих? Нет, я не хочу. Может так, какая-то недвижимость. Будем на следующий год стараться. А, все-таки сподвигнет вас очень много. Конечно. Ну, будем, конечно. Кто не знает вокзального мальчика Серика Ибрагимова? Его песня взорвала все хит-парады Казахстана. Заводной, веселый и харизматичный парень приковывает к себе внимание окружающих. Мне тоже не терпится с ним познакомиться. Пойду-ка, попытаю счастье. Я знаю, что вы номинированы в номинации как правую ввода. Это очень серьезный номинация. Вы считаете недостойной этой премии? Я не могу. Можно сказать, что вы сделаете там из номинаций? Сейчас я имею в виду, что вы имеете в виду, что вы делаете там из номинаций. Я имею в виду, что вы делаете там из номинаций. А continued, что вы думаете, что вы хотите принимать? Нет, что у меня нет. Если вы узнаете статуэтку, кого будете в первую очередь благодарить за это? А если вы играете, то как вы играете? Я не знаю, что вы играете. Популярность этого паренька напоминает начало карьеры Беркута. За ним тоже толпами бегают поклонницы, на своих концертах он исполняет песни на бис и фанаты просто не дают прохода. Этот молодой человек действительно ворвался в шоу-бизнес Казахстана. Ернар Айдар прямо сейчас. Вы номинированы в такой серьезной номинации, да? Вам страшно? Я не знаю, что вы играете. Как вы играете самым сильным конкурентом вашей номинации? Я не знаю, что вы играете. 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 В общем, если он жит, что это маминация . Если вы не будете говорить о том, что мы успокоились в этом доме, если вы не знаете маминация, то не мне понравилось. Такого нет. Назначайте, это неixa. Плывание, но если его не good, он не имеет философский. Он делает, а это не только... Барлок. Барлок. Лайфт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова